вот такая красота по дороге у нас мы подъезжаем к дому отдыха шахтер и сейчас мы сделаем самый полный обзор этого дома отдыха еще никто никогда столько всего там не снимал мы снимем завтраки обеды и ужины и полдники и всю инфраструктуру дома отдыха шахтер проезд сюда строго по путевкам поэтому нужно сначала предъявить путевочки сразу с левой стороны обратите внимание вот парень выходит там стоянка храняемая раньше она была в сутки в прошлом году сейчас узнаем сколько в этом году потом чуть попозже обязательно скажу когда вы заезжаете в дом отдыха сначала вам разрешают разрешают проехать к администрации ближе к корпусам чтобы выгрузить свои вещи ну а потом обязательно условия машину нужно вернуть на стоянку на парковку народу посмотрите достаточно много мы едем в праздники 8 марта хотим здесь встретить активно катаясь на лыжах коньках санках сейчас буквально пару минут и мы подъедем уже администрации рядом прям с администрации разрешает машину оставить на 20 минут потом заселиться охрана есть на территории пойдем посмотрим сейчас что внутри обычное заселение здесь трех до четырех мы немножко опоздали но администрация еще есть вот там заселяемся ну что все таки как мы не хотели жить в этом корпусе в итоге номера нам достались именно в нем с правой стороны он находится вот рецепшена ну не рецепшен это вот администрации здание администрации вот с правой стороны пойдем посмотрим какой у нас номер и на каком этаже точнее на каком этаже уже знают на четвертом на самом последнем повезло в кавычках нам ну пойдем смотреть очень красивые конечно ели здесь пушистые большие и снег очень белый чистый в этом корпусе корпусе я уже поняла что находятся номера категории люкс и полу люкс а также двухместные номера в другом корпусе который поновее получается находится трехместные номера можно оставить санки ледянки чтобы не тащить собой в номер опять же все объявления которые есть холд на первом этаже вечером можно посидеть посмотреть телевизор администрация можно взять чайничек на прокат чайников номера нет вот такие коридоры конечно интерьер холок и сами номера так как мы уже жили в этом корпусе знанием немножко пахнет или отдается в депу но в целом для такого недорогого отдыха за семь семьсот по моему тысяч деньги в сутки с человека с четырехразовым питанием с проживанием считаю что это в принципе нормально вот такие коридоры наверх лестницы ну что поднимемся сейчас на четвертый этаж и посмотрим наш номер вот мы на четвертом этаже нам достались номера 40 и напротив 37 номера идентичные но в сороковом номере нет балкона а в тридцать седьмом балкон есть показываю как выглядит номер небольшая прихожая есть шкаф шкафу абсолютно ничего нет но вот сбоку есть сушилочка дверь конечно старовато но ничего на полу ли него глинули посмотрим сразу ванную комнату так есть душ ванна трубы спрятаны из принадлежностей есть только туалетная бумага освежитель воздуха мыло посмотрим что у нас в комнате вот в этих корпусах хоть они старею но зато здесь холодильник по размерам больше чем в новом корпусе там они совсем маленькие два кресла со столом вот такой шкаф с телевизором ой какие полы скрипучие графин с двумя стаканами есть прикроватных две тумбочки и вот таких две односпальных кровать размер всего номера ну наверно квадратов 12 может быть то есть совсем небольшой и есть балкон балкон сейчас посмотрим опечатан или нет в принципе балкон не опечатан я хочу сказать что но в номере тепло но вот в этом корпусе у него все номера со старыми деревянными окнами не поменены а в новом корпусе уже стоит пластик ну такие скромные номера здесь ну вот сейчас еще посмотрим как выглядят люкса в первом корпусе сразу есть такая небольшая прихожая и с направо ванная комната она чуть меньше чем стандарте но она новее в коридоре есть просто большой прям холодильник шкаф вот такой вот есть стол обеденный телевизор тарелки чашки стаканы рюмки дальше идет как спальная комната здесь уже ковровое покрытие здесь этом люксе мебель новее и есть еще обогреватель лоджия скорее всего на нее можно выходить хоть и зимнее время ну вот этот я хочу сказать номер что он достаточно свежий ну по соотношению с другими там номерами в которых мы были стандарты или тоже в люксе в прошлом году в однокомнатном жили он гораздо старее был первый день заезда обеда у нас нет есть полдник и потом ужин сейчас 17 00 полдник как раз таки с пяти до половины шестого поэтому пойдем сейчас посмотрим что дают на полдник вот в этом здании находится столовая здесь же есть дискобар по вечерам пойдем посмотрим что дают при входе если здесь самообслуживание вот пожалуйста дискобар ждет своих гостей и вот так вот туда вход в столовую сейчас пойдем посмотрим подробно также хочу обратить внимание всех что ежедневно вот здесь на доске объявлений что же было сегодня вот пожалуйста на завтрак что было на обед сейчас полдник чай зеленый сахаром и латушкой с творогом и в принципе мы уже знаем что будет на ужин также здесь весит расписание со скольки до скольки проходит завтрак обед полдник ужин и вывешивают вот такие объявления какие экскурсии либо прогулки организовывая данный комплекс пожалуйста сегодня был выезд на горно-лыжный комплекс и про прогулка вдоль горы паровоз вот пожалуйста слон толгатович это экскурсовод также здесь указано что нужно брать снегоходы с телефона и вот что-то новенькое я вижу это массажное кресло пойдем посмотрим что саму столовую ну вот если честно по праву мне кажется это столовую можно назвать такими не ботаническим садом очень много растений все настоящие весной это еще все начинает цвести просто прям шикарно приятно кушать в такой обстановке хоть это и столовая но все достаточно чистенько аккуратненько столы есть на разные компании большие и маленькие и два больших зала есть детские стульчики кто приезжает с детьми в летнее время здесь есть кондиционеры то есть помещение охлаждается доброе утро хочу отснять завтрак завтраки действительно очень сытные во первых есть колбаска с массу всегда на завтрак есть что-то печеное сегодня вот что-то какие-то пирожки сегодня дали по творожному сырку вчера например был йогурт и сегодня кукурузная кашка поэтому всем приятного аппетита я хочу сразу особо отметить здесь выпечку она правда очень всегда хорошая свежее вкусное тесто тонкое приятного аппетита так ну что мы пришли на обед на обед у нас сегодня рассольник салат витамин из капусты мандарины хлеб компот и вот на такой тележечки женщина развозит второе на второе у нас сегодня картошка какой-то запеканкой на вид выглядит очень аппетитно так ну что пришли на ужин сейчас покажу что на ужин дают это такой тележечки девушка привезла нам горячее что у нас сегодня на сегодня салат витаминный рис курочкой чай яблочки это вы должны еще крендельки из песочного теста все очень вкусненько вообще я хочу отметить что кухни здесь действительно готовят вкусно по-домашнему приятного всем аппетита сейчас посмотрим что есть на территории на улице зона отдыха или дома отдыха шахтер сейчас я вот нахожусь возле второго корпуса который по новее здесь есть несколько беседок такие чисто летом отдохнуть посидеть времечко спротать вот такого плана возле второго корпуса есть мангал хочу сказать что мангал такие хорошие зона прям хорошо оформлена мангал закрыт то есть ничего выдавать не будет рядом всегда стоит столик урны есть то есть езди мятка насадить все про все продумано вот еще одна беседочка здесь есть есть качелька еще чуть подальше вот здесь есть горка небольшая такую сделали снега для деток можно покататься чтобы лес не ходить так ну что сегодня хотим посетить спортивно оздоровительный комплекс здесь находится бассейн есть настольный теннис спортзал вроде надувной бутут поэтому сейчас все пойдем и посмотрим на двери опять же есть и режим работы вот она со вторника по субботу с 10 до пол восьмого воскресенье до 4 понедельник санитарный день мы приехали праздновать 8 марта поэтому сказали что в этот понедельник санитарного дня не будет но посмотрим если у кого-то есть свои ракетки пожалуйста свободно нужно играть поставили аэрохоккей цена 500 тенге за 10 минут сегодня обещают что будет работать фитобар вот он открылся здравствуйте а подскажите сколько стоит фитококтейльчики не то что есть фитобаре только чай фито чай а что входит в состав фито чая какой-то сбор а какую цену 100 тенге да спасибо с детками можем до прийти спасибо сейчас подойдем просто замечательная опция хорошо после бассейна здесь есть в туалетной комнаты и спортивный зал сколько раз мы были спортивный зал можно было посещать бесплатно особенно если есть свой мячик пожалуйста есть волейбольная сетка баскетбольные кольца вписал таком достаточно хорошем состоянии так но вернемся в фойе здесь вот есть розеточки обычно все кто выходит в бессильность разумеется слушать вот есть прескурант всех цен если кому интересно ставьте на паузу и смотрите внимательно небольшая раздевалка народу в бассейне видим что немного поэтому сейчас зайдем вовнутрь я покажу что есть там так ну что мы решили на себе протестировать и покататься на лыжах взяли на прокат прокат здесь очень недорогой всего лишь 500 тенге вот показываю лыжи в каком ну на вид про крайне мере в отличном состоянии вот есть даже детские такие прям взрослую в общем сейчас поедем кататься ботинки хорошие все на на кремле на как сказал мне молодой человек едем кататься так ну что вот не зашли женскую раздевалку приходили сразу три если можно так назвать их душ кабины на полу из коврик чтоб скользко не было лавка для удобства дальше вот здесь прямо находится сауна от нее сегодня прям очень веет хорошей температурой чуть позже посмотрим насколько она разогрета и вот такая раздевалка шкафчиков немного поэтому если народу много всегда шкафчиков не хватает есть туалетная комната хотела деликатно закрыть дверь кроме мыла для рук ну естественно ничего нет в принципе условия нормальные но еще раз повторюсь не надо ждать здесь условий отелей риксоса и так далее так идем смотреть что же у нас с бассейном бассейн взрослый большой обычно в нем вода не сильно теплая сейчас потрогаем температуру по периметру если такие дорожки чтоб не было скользко ходить так что с водой с температурой ну скажем так она не ледяная но и не теплая принципе очень комфортно особенно если после сауны сюда нырнуть такой массажный есть фонтанчик так идем дальше смотреть что есть еще здесь моя красотка переодевается вот что нравится мне конечно здесь в доме отдыха каждом помещении есть уголочек с настоящими цветами все натуральное живое точнее ухаживают все растет практически мини ботанический сад есть вот такой небольшой лягушатник детский бассейн он не глубокий но он мега-мега теплый очень теплая температура массивная то есть здесь прям вот если после сауны зайти прям даже будет жертвовато поэтому все кто поднимут ли может быть во взрослом видите даже взрослые приходят и греются в принципе все еще раз повторюсь что с собой обязательно нужно брать свои полотенца обязательно нужно брать все ванны и принадлежности типа гилья для душа шампуни это естественно и самое главное свой обязательно фен потому что по выходу в бассейна нужно чтобы голова была сухая так как бассейн не находится в одном и том же здании где корпуса то есть это отдельно стоящий комплекс еще одно развлечение здесь это кормление белочек особенно утром вот как сейчас после завтрака очень много белочек для них специальные сделали кормушки белки уже здесь настолько приучены что еду могут брать прям с рук они не боятся людей интересно конечно за не наблюдать за этими милыми зверьками сейчас покажу еще одно место его конечно больше всех любят дети небольшая детская площадка конечно зимой все карасельки качельки не работают ну какие-то работы здесь качелька например просто такая из качелька домик с горкой еще одна горка немного интересных композиций из дерева красиво когда конечно постарались кто-то это все делал вырезал здесь принципе летом предполагается что песочница таких 2 небольших вот если кому-то интересно что песочница Красотка моя. Девушка вот такая здесь их встречает. Ну вот, напротив администрации первого корпуса есть еще одна такая мангальная зона. Специально поближе подошла, показать, что есть стол со стульями. Где очень удобно шашлык нанизывать. Очень хороший мангал. Полностью, видите, такой закрытый. Он не глубокий, то есть сюда не нужно насыпать много угля. Очень хороший жар идет. Рядышком есть кафе, но оно летнее. Летом здесь вот можно вечерком посидеть на открытом воздухе, что-нибудь поесть, попить. зимой, конечно же, закрыто. И сразу за кафе есть теннисный корт. Летом это теннисный корт, а зимой это каток. Ну, скажу так, для профессионалов, конечно, каток плохого качества, для любителей, в принципе, на коньках покататься можно. Сейчас пойдем к пирсу и посмотрим поближе и каток, и сам пирс, и что происходит на озере. Вот здесь перед катком есть такая беседка с лавочками. Очень удобно переобуться в коньки и пойти кататься. Сейчас покажу сам каток. Он небольшой, еще сейчас был снег, его наполовину замело. Ну, нет, немножко почистили. Ну, собственно, вот так вот выглядит каток. Ну, и вот главная, наверное, детская забава сейчас это возле спорткомплекса. Сделали вот такую горку. Тут же можно взять баллоны на прокат. Хороший спуск, хорошо залито. Достаточно длинная. Среди всей этой красоты. Так, ну, сейчас мы на озере. Это оно такое замерзшее. Это пирс. И вот здесь организовывают катание на снегоходах. Круг по озеру можно сам за рулем. Стоит полторы тысячи. Если сам за рулем не хочешь, то можно, чтобы тебя покатали. Это будет стоить тысяча. Снегоходы новенькие. Красивые. Не, я не буду. Ты с папой садись. Какой, с нулей? С папой, садись ее. Здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok